МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Из чего состоит незамерзающая жидкость для автомобильных стёкол? Каким должен быть хороший диван? И стоит ли покупать ребёнку кожаные сапоги на зиму? Морозным зимним утром почти каждый автомобилист героически борется с одной и той же проблемой. Замёрзшие окна на вооружении, скребок и стеклоомывающая жидкость. О ней и пойдёт речь. Незамерзайки содержат спирт с моющими добавками, отдушки и краситель. Всё, казалось бы, просто, но если жидкость не имеет запаха, значит, перед вами яд. Всё дело в метиловом спирте. Но, несмотря на запрет властей, незамерзайки с опасным составом по-прежнему продаются вдоль дорог. В торговле идёт бойко, и цена сдельная, и никакого химического запаха в салоне авто. Здравствуйте, а сколько у вас стоит? 200. 200. А на Ванючка? А состав можно глянуть? Цена на 50 рублей ниже, чем в магазине, продавец говорит без запаха. На этикетке о метиловом спирте ничего не говорится. Но так как товар не имеет сопроводительных документов, то написать можно что угодно. Мы ежегодно на своём сайте вывешиваем информацию по рекомендациям приобретения стеклоомывающих жидкостей. Не нужно покупать их на дорогах. Это незаконная реализация. Соответственно, никакой документации на эту стеклоомывающую жидкость у продавца просто не может быть. Поэтому никаких, опять же, претензий по качеству потребитель к нему предъявить не сможет. Роспотребнадзор сообщает, Каждый год метанолом травятся в среднем 1200 россиян. Из них большинство, около тысячи, умирает. И дело не в употреблении внутрь. Метанолом отравиться просто. Достаточно вдохнуть его пары, когда они проникнут в салон автомобиля через систему вентиляции. При этом поражаются нервная и сосудистая система человека. Без вредной незамерзайки, не имеющей запаха, в продаже нет. Ведь пахнет как раз изопропиловый спирт, из смеси которого и делают легальные стеклоочистители. Он не так ядовит, как метанол, но тоже может раздражать глаза и дыхательные пути. Данная жидкость имеет паспорт качества, где указано о том, что содержание метилового спирта отсутствует. Данная жидкость замерзает при температуре минус 30 градусов. И также имеется свидетельство государственной регистрации данной жидкости, данной компании. Мы даем рекомендацию клиентам, если кому-то этот запах не нравится, во время омывания стекол включать режим циркуляции воздуха внутри салона. Таким образом, запах, исходящий с улицы, не будет приносить этот резкий запах от омывайки. Именно в плане влияния на здоровье человека, она отрицательных никаких явлений не приводит. Чтобы не надышаться парами незамерзайки, ее следует как можно реже использовать. Почувствовали себя плохо, немедленно остановите машину, выйдите из нее и подышите свежим воздухом. Все хорошо, теперь можно ехать дальше. Хороший диван не только стильный, но и функциональный предмет интерьера. Не следует забывать, что на него приходится серьезная нагрузка. А значит, выбирать нужно внимательно. Ориентироваться лучше на производителей с именем. Например, мебельная фабрика «Анюта» 30 лет создает надежную мебель. Богатый опыт позволяет ориентироваться в предпочтениях людей, совершенствовать технологии и удерживать доступные цены. При производстве используются сырье и материалы проверенного качества от ведущих российских и зарубежных производителей. Особое внимание уделяется экологичности материалов. Поэтому вместо ДСП для всех перекрытий и несущих конструкций используется березовая фанера и высушенный брус хвойных пород. Долгий срок службы обеспечивается качеством всех составных частей, обивки, каркаса, наполнителя и механизма трансформации. Используются независимые и зависимые пружинные блоки. Но лучше всего себя зарекомендовал пенополиуретан марки HR с неоднородной структурой ячеек. Малые вступают в работу при небольших нагрузках, а при их возрастании работают крупные. Благодаря этому хорошо держится форма и сохраняется воздухопроницаемость. Таким образом достигается высокая эластичность и более долгий срок службы. Этот материал не выделяет пыль и не подвержен плесени. Между пенополиуретаном и обивкой находится терморегулирующий слой из силиконизированного синтепона. Эта объемная воздушная подушка позволяет обивке дышать и придает пышность. Благодаря этому ткань хорошо восстанавливается даже в местах повышенной нагрузки. Разнообразие обивочного материала обеспечивают поставщики из Америки, Канады, Израиля, Турции и Китая. Основной акцент технологи делают на надежности качества. Поэтому используются механизмы одной из крупнейших компаний Комкор, разработанные с учетом специфических требований российских клиентов и отражающие последние тенденции в мире мебели. Это обеспечивает долголетнюю эксплуатацию дивана, удобство и легкость в использовании. Дельфин, двойной свиток, шагающая еврокнишка, финка люкс. Такое разнообразие механизмов позволяет найти наиболее удобный. Также немаловажно, что все выкатные части мебели оснащены обрезиненными роликами, обеспечивающими сохранность полового покрытия. Каждой модели дивана можно подобрать кресло, кресло-кровать, пуф, а также различные аксессуары. А при изготовлении на заказ изменить размеры понравившейся мебели по своему желанию. Мороз, гололёд, снег и слякоть. Спутники приморской зимы диктуют свои правила дресс-кода. Какую обувь надеть малышу, чтобы и тепло было, и ножки не промокли. Дутики, мембрана, кожаные сапоги или валенки. Каждому возрасту своё. Ведь вспотевшие ножки могут также сказаться на здоровье, как и замёрзшие. Пока дети были маленькие, мы выбирали очень тёплую обувь, потому что ребёнок не двигается, находится в коляске в лежачем положении. И чтобы его ножки не замёрзли были в тепле, мы ему выбирали валенки. А когда подросли, уже начали бегать, ходить, то есть в валенках уже неудобно, некомфортно, потому что ножки такие вот скованные получаются. И более комфортная обувь – это обувь, в которой можно бегать. То есть мембранная, должна быть лёгкая. Валенки для младенцев и годовасиков, мембрана для тех, кто постарше. Таких правил придерживаются и товароведы, помогающие мамам с выбором нужной модели. В детский сад берут очень хорошо мембранную обувь. Она водоотталкивающая, ножка дышит, то есть она пропускает воздух, но воду не пропускает. Она тоже на натуральном меху, внутри она идёт тёплая. То есть идёт овчина. Стелька вынимается, можно просушить, если вдруг там. Кожаную обувь часто берут для детей постарше, которые ходят в школу. То есть для… это идёт натуральная кожа, это идут сапоги для девочек, это всё идёт кожаная, тоже идёт на натуральном меху. Вот такие обувь чаще берут для деток школьного возраста. И в садик, если детки ходят, это кто идёт на вечеринке, берут нарядное подплатье мальчикам под костюм. А вот с популярными дутиками стоит быть осторожнее. Долго в них не побегаешь, ножки замёрзнут. Оттого и недорогая цена товара – от 500 рублей за пару. Валенки и мембраны обойдутся примерно в одну стоимость – от полутора тысяч рублей за пару. Дороже идут кожаные сапоги – от двух тысяч рублей. И важно помнить, что даже самые тёплые ботинки не спасут от мороза, если перестараться с количеством носков и зажать таким образом ногу. Смотрите, чтобы между пальцами и внутренней частью обуви оставалось 5-7 миллиметров. Если вы поставили ногу, меряете, сзади обязательно должен пальчик. Или вытаскиваете стелечки, стелечки почти что всегда в зимние вытаскиваются. Приложили пальчик, вот получается допустимая норма у вас запаса. Однако валенки нужны не только самым маленьким. На полках можно встретить и большие размеры. Покупая войлочную продукцию, помните, что чем активнее в ней двигаетесь, тем легче должна быть внутренняя одежда. Под тонким носком нога не вспотеет. Но вслякоть валенки не спасут, промокнут. Поэтому для приморской зимы стоит рассмотреть варианты обуви с учётом нашей переменчивой погоды. Наши партнёры благодарим за помощь в съёмках фабрику мягкой мебели «Анюта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова